всем привет меня уже традиция записывать спонтанные видео рецепты собиралась записывать в общем сегодня мы приготовим корейское барбекю то есть корейское барбекю я расскажу как делается корейский маринад что для этого нам понадобится говядина я начала ее уже нарезать вот такими вот скажем брусочками да то есть не был квадратный кусок его порезала где-то шириной около сантиметра и потом такой вдоль волокон вернее поперек волокон нарезала таким пластиками далее нам нужен будет чеснок ложка столовая ложка меда черный перец я буду красным добавлять буквально там четверть чайной ложечки соевый соус две столовые ложки затем столовая можно две столовые ложки кунжутного масла и вытащить понадобится две столовые ложки сахара еще помимо этого нам понадобится столовая ложка сезама это кунжут сейчас мне его нет я схожу в магазин потом его добавлю уже когда приготовлю основной маринад и понадобится зеленый лук тоже вниз хожу в магазин куплю и добавлю уже в маринад вот обычно корейцы после того как они сделали маринад смешали с мясом дают ему отдохнуть там около часа я всегда ставлю прямо на ночь если честно вот поэтому есть сегодня приготовлю и завтра буду уже жарить скорее всего я буду делать отдельно мясо пассированные овощи и выкладывать на рис отваренный посмотрим завтра я буду готовить и запишу видео и так и так чеснокодавилка вот это вот которая честно мне просто из-за трех вот этих вот зубчиков не хочется это все мыть поэтому я беру проще я просто беру тесак и спокойненько все это дело я добавляю две столовые ложки но у меня ложки такие мелковатые не как в россии и даже 3 может быть добавлю соуса затем сахар две столовые ложки здесь можно без горки раз два в идеале получается здесь такой сладко-соленый вкус будет за счет соевого соуса и сахара так чуть-чуть красного перчика затем масло раз и два все это хорошо замешиваем значит вот как я говорила ранее я сейчас добавляю мелко нашинкованный мелко нашинкованную кинзу 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 кто как говорит и зеленый лучок далее далее я добавляю кунжутные семечки кунжутные семечки я как бы вот так немножечко сдавливаю чтобы не аромат дали больше вот щепотка и еще щепотка все часто замешиваю ставлю ставлю сейчас минуту все это замешиваю ставлю на ночь мариноваться что ну что что завели фигра с балкона все пришла с балкона и живет ты откуда на крыше оказалось третьем этаже а можно поинтересоваться диван тут мне подрала я ставлю потом на канал ты смотри еще не выгонишь все иди сейчас будешь привыкать потом тебе он говорит сам иди ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ты не охерела эй подруга значит смотрите я отдельно обжарила наступил следующий день отдельно обжарила просто на оливком масле вот эту говядину маринованную сейчас здесь у меня остатки масла я добавляю сюда морковь начинаю обжаривать натерла как на корейскую морковку на мандолине начинаешь часто все обжаривать отдельно без без мяса морковку я обжариваю до полуготовности то есть она не должна быть такая прям мягкая мягкая как спассированная буквально чуть-чуть термической обработки можно вообще кипятком залить там не знаю пару минут и хватит я люблю после мяса чтобы морковка вот этот вот аромат весь забрала себе вот наверное и все отдельно я поставила в кипяток буквально на пять минут пак чой можно вместо пак чой положить шпинат тоже нам пригодится для приготовления я покажу как сервировать это дело и параллельно у меня в рисоварке готовится рис теперь теперь на небольшом количестве масла оливкового в той же сковородке после моркови я добавляю грибы итак мои грибы тоже готовы я сейчас их выкладываю ну что ж у нас готов рис и сейчас я буду по кругу выкладывать то что я по отдельности наготовила начнем конечно же мы с говядины с мяса будем вот так вот выкладывать кусочками сервировка у меня как бы не очень я признаюсь честно пак чой грибочки морковь морковь кимчи ну и остальная часть это будет мясо еще и в конце я добавлю немножечко кунжутной кунжутного семя ну вот как то так ну а теперь приступим самому интересному корейцы едят это блюдо следующим образом они все это дело перемешивают все это дело все это дело 300 раз уже сказала у них получается что-то знаете в виде плова а что-то похожее здесь еще нужно пасту добавить кучу джан или как то так называется у меня ее нет она такая солено острая все это замешивается и с аппетитом поглощается 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 поглощается